Витископ Результат, который сейчас есть в паре «Майами» и «Индиана», лично меня он совершенно не радует. Почему? Ну, потому что я ожидал от «Индианы» в первую очередь другой уровень игры, больше борьбы, больше самоотдачи, больше чего-то такого, что позволило бы им наконец-то пройти «Майами». Но я этого не вижу, к сожалению. Первый матч, который закончился победой «Индианы», он для меня, я думаю, и для многих других болельщиков баскетбола дал какой-то такой лучик надежды. Получил легкое сотрясение мозга Пол Джордж. Честно, тяжело сказать, какого у него состояния. По третьей игре он вроде бы и что-то показывал, что-то пытался, но тяжело сказать ему, мешает сотрясение мозга или не мешает. Но любому человеку, скорее всего, оно мешает. Многое будет зависеть в этой серии от игры «Больших Индианы», в частности от игры «Роя Хиберта». И, в принципе, так оно и есть. Первая игра, 19 очков, там, по-моему, 15 подборов, что-то такое. Ну и реально очень сильная игра. Доминировал под своим кольцом, показывал какую-то агрессию, под чужим кольцом давил, продавливал, подбирал. И это большой плюс для «Индианы». Второй и третьей игре мы этого не видим. Да, он набрал там какие-то свои очки. Ну, третья игра, опять, мы видим два подбора. Леброн, по сути, еще не включил максимальные обороты. Там какие-то отдельные вспышки были в его игре. В частности, опять же, повторюсь, последние четыре второго матча, там, где они вдвоем вытянули, там какие-то фрагменты третьего матча. В первой игре там были какие-то периоды, когда он брал «Инстиву» на себя и набирал там подряд 6-8 очков. Ну, в целом, мы не видим того, что он там берет на себя, там тянет, рвет жилы. Пока все идет к тому, что Майами сделает что-то из этой серии 3-1. И тогда «Индианы» будет уже немоверно сложно. «Витязкоп» – спортивное видео.